Великие Роберт Годдер Роберт Годдер малоизвестен публике, но среди практиков и теоретиков полётов в космос он считается лидером освоения космического пространства. Он родился в 1882 году. Интерес к науке ему привил его отец, показав мальчику эксперименты с электричеством. Хилый, болезненный, единственный сын Годдер улёкся чтением. Интерес к ракетам и космосу зародился в 1898 году, когда он прочёл роман английского писателя Герберта Уэллса. В 1904 году он закончил среднюю школу и поступил в Вустерский политехнический институт. Произведя впечатление на декана физического факультета, он вскоре стал ассистентом и наставником. Получив степень бакалавра, поступил в университет Кларка, а затем в Принстон в 1912 году. Годдер был необычен тем, что был и теоретиком, и инженером, и мог преобразовать свои уравнения в работающие модели. Он мечтал покорить нижнюю атмосферу, а затем космос. Рано понял, что твёрдотопливные ракеты неэффективны, и успешное освоение космоса зависит от ракет на жидком топливе. В 1913 году Годдер серьёзно заболел туберкулёзом. Ему пришлось оставить свой пост и вернуться в Вустер. В это время он получил два патента на дизайн многоступенчатой ракеты и ракеты на жидком топливе. В 1916 году его здоровье поправилось, и он вернулся в университет Кларка. У него не хватило денег на эксперименты, и Годдер стал искать средства. Смитсоновский институт предоставил ему грант на 5000 долларов. Утром 16 марта 1926 года Годдер запустил свою первую ракету на ферме тёти Эффи в Новой Англии. Ракета под названием «Нелл» пролетела всего 46 метров. Такую же дистанцию преодолел в первый раз самолёт братьев Райт. Во время запуска его жена Эстер снимала всё на допотопную камеру. К сожалению, камера сломалась после съёмки, и кадры первого полёта затерялись во времени. Каждый последующий запуск сопровождался усовершенствованием конструкции и абсолютным невниманием прессы. Но в 1929 году известный лётчик Чарльз Линдберг изучил работы Годдера. Он тоже считал, что возможности авиации ограничены и будущее за ракетами. Они встретились, и каждый вскоре нашёл в другом родственную душу. Линдберг разыскал средства для финансирования работы Годдера. Началась Великая депрессия, но Линдберг получил финансирование от семейства Гугенхаймов. И за 4 года передал Роберту 100 тысяч долларов. По тем временам это огромная сумма. В 30-х годах Годдер перебрался в новый дом, в Розуэлли, Нью-Мексико. Его ракеты стали сложнее и мощнее. Они выросли в размерах с 3 метров до 6, поднимались на высоту 2 километров. Некоторые летали даже больше скорости звука. Он поставил для устойчивости гироскоп, управляемые лопасти, а также подвесные двигатели для управляемого полёта, чтобы ракета не ломала всякий раз основание. Германия проявила огромный интерес к работам Годдера и постаралась раздобыть его секреты, чтобы применить их для своей ракетной программы. А-4. Во время Второй мировой войны Годдер отложил свои исследования, чтобы разработать экспериментальные двигатели для самолёта ВВФ США. Он не работал с ракетной техникой, но участвовал в оценке захваченной США ракеты Фау-2. Годдер установил, что в разработке знаменитого оружия во многом использованы его работы. Когда он умер в 1945 году от рака горла, у него было много патентов, и после смерти он получил множество наград. В общем, он получил 214 патентов в области ракетных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok